Здравствуйте! Эта лекция является частью материалов SortFate и переведена с оригинальной английской версии. В данной лекции мы представим возможности наращивания потенциала операционных исследований в странах с низким и средним уровнем дохода. Тренинги по операционным исследованиям по всему миру обычно делаются следующим образом. Мы собираем вместе класс из 15-20 человек, проводим одно- или двухнедельный курс по методам обработки данных, а затем участники возвращаются в свои страны или на свои рабочие места. Однако мало что происходит после этого. Очень немногие публикуют какие-либо статьи. Основные причины этого явления состоят в том, что у участников курса отсутствуют навыки письма, у них нет времени и, наконец, немаловажный фактор – у них нет наставника дома, который помог бы им разобраться в их исследовательских работах. У нас есть некоторые данные по этому поводу в рамках международных курсов по борьбе с туберкулезом с 2001 по 2007 годы. Мы проследили за 28 участниками из Азии, Африки и Латинской Америки, некоторые из которых разработали проекты и протоколы оперативного исследования. Посмотрите, что произошло, когда они вернулись домой. 11 из 28 участников начали оперативное исследование. 7 собрали и проанализировали данные. Только один из них написал статью, однако на сегодняшний день эта статья все еще не опубликована. Следовательно, необходимо изменить парадигму модели обучения на ту, которая будет ориентирована на публикацию результатов операционных исследований и на непосредственное внедрение этих результатов в общественное здравоохранение. Итак, почему важно наращивать потенциал операционных исследований? Во-первых, потому что данные, которые актуальны для улучшения здоровья населения, часто остаются неиспользованными на полочках или в серверах. Этот недостаток был четко сформулирован министром здравоохранения Фиджи, когда он отвел нас в свою архивную комнату и сказал, «В нашей стране много данных, но мало информации». Нам нужно сделать страны богатыми данными, информацией и действиями. Далее, вторая причина для развития потенциала операционных исследований заключается в том, что на внедрение результатов так называемых классических клинических исследований уходит слишком много времени. В этой таблице показана задержка с внедрением результата в 40 странах с низким доходом в трех проверенных, валидированных мероприятиях по борьбе с малярией и двух вакцинацией. Как видим, несмотря на одобрение регулирующих органов, задержки по внедрению этих важных мер составили от 10 до 27 лет. Это слишком долго, слишком медленно, не так ли? И все это главным образом из-за отсутствия знаний о том, как реализировать результаты клинических исследований в реальном мире. Проверенная и ориентированная на результат модель – это структурированный подход к обучению. Сортфит – это глобальное партнерство, координируемое специальной программой TDR, с участием Министерств здравоохранения, неправительственных организаций, академических кругов и все чаще частного сектора. Особенностью софтфит является то, что за рулем стоят реализаторы. И это адаптируемая модель с точки зрения географии, тематики и языка. Английский, русский, испанский, португальский и в этом году китайский. Целью софтфит является сбор и использование фактических данных для принятия обоснованных решений в целях улучшения общественного здоровья. Наш подход и методы уникальны тем, что сочетают обучение наряду с внедрением результатов исследований и управлением знаниями, что расширяет возможности участников и инструкторов. Важно отметить, что мы ориентированы на результат и смотрим на целевые показатели производительности. Наша целевая аудитория очень проста. Врачи, медсестры, парамедики, статистики, специалисты по мониторингу и оценке. Мы никогда не набираем более 12 участников на курс, каждый из которых должен завершить три модуля тренинга. И все это финансируется за счет стипендий. У нас есть четкие критерии, подающие в заявки кандидатов. Эти критерии заключаются в следующем. Заявитель должен на полстранице изложить программную проблему и вопрос исследования. Данные должны быть доступны или могут быть собраны во время курса. Заявка должна быть утверждена менеджером программы. Также есть дополнительные критерии. Письменное обязательство посетить все четыре модуля. Справка от руководителя о наличии времени и возможности проведения исследования. Знание английского языка или языка курса. Сортит означает инициатива по структурированному обучению операционным исследованиям. И по сути, это подход типа обучения, который мы сочетаем с непосредственным внедрением его результатов. Сортит ориентирован на продукт, на результат. То есть в конце курса мы определяем его успех потому, была ли исследовательская работа завершена и отправлена в международный или национальный журнал для экспертной оценки. Курс имеет модульную структуру. И продолжительность всех четырех модулей составляет от 10 до 12 месяцев. Первый модуль длится 6 дней. За это время участник разрабатывает протокол своего исследования. После выходного дня на следующей неделе начинается второй шестидневный модуль, посвященный сбору и анализу полученных данных с использованием открытого пакета программного обеспечения под названием «Эпидата». Затем, примерно через 9-10 месяцев, начинается модуль 3, посвященный написанию статьи. В конце у нас есть четвертый, последний модуль по управлению знаниями. Все четыре модуля включают 5 этапов. Участники должны закончить все эти 5 этапов, чтобы оставаться в курсе. Здесь перечислены указанные 5 этапов. На первом этапе нужно подать протокол на рассмотрение по этике. Второй этап включает подачу листа документации «Эпидата». На третьем этапе участник завершает сбор данных. На четвертом этапе происходит подача статьи в рецензируемый журнал. И, наконец, на последнем, пятом этапе, участник должен передать план управления знаниями. Формат обучения курса «Софтфит» включает лекции и дискуссии, пленарные презентации и практическое наставничество. В плане лекций и дискуссий, думаю, все понятно. А вот во время пленарной презентации участник представляет свой протокол и доклад коллегам и преподавателям. Практическое наставничество начинается уже с первого модуля и продолжается до тех пор, пока статья не будет принято к публикации. Немного о наставничестве и как это работает. Обычно у нас бывает шесть пар наставников. Каждая пара включает старшего и младшего фасилитатора, которые присматривают за двумя участниками от начала и до конца курса. По завершении курса участник получает сертификат об окончании, аналогичный этому, который в большинстве случаев проштампован и подтвержден в ВОЗ. Программа SortHead несет ответственность за то, что мы называем стандартами 480. Оценка удовлетворенности участников 80%. Все этапы курса выполнены 80% участников. Столько же процентов статей опубликовано за менее чем полтора года, чтобы обеспечить своевременность получения данных. Мы стараемся публиковать результаты, потому что это является признаком их качества. И, наконец, оценка влияния статьи на политику и практику здравоохранения менее чем через 18 месяцев после публикации тоже должна достичь 80%. Теперь перейдем к оценке эффективности модели SortHead. На этом слайде показан всемирный исследовательский потенциал. Как видим, по сути, почти весь мировой исследовательский потенциал сосредоточен в Северной Америке и Европе. Как мы уже отметили, SortHead – это глобальное исследовательское партнерство, координируемое TDR. Оно было расширено до 93 стран и ориентировано на работниках передовой линии. Целью SortHead является поддержание стран и учреждений в сборе и использование фактических данных для улучшения общественного здравоохранения. Это во многом соответствует 17 целям устойчивого развития или так называемого SDG-17. Посмотрите, какие проекты реализуются на этих курсах. Вы увидите, что мы уделяем большое внимание туберкулезу, ВИЧ, СПИДу, а также занимаемся другими аспектами здравоохранения, такими как малярия, здоровье матери и ребенка, забытые тропические болезни, включая лихорадку Эбола. В рамках других направлений мы имеем дело с курением, неинфекционными заболеваниями, раком и так далее. На данном слайде представлены результаты 80 курсов по состоянию на декабрь 2020 года. Из 850 участников этих курсов 752 или около 90% завершили все этапы. Для публикации в рецензируемых журналах было подано 814 статей. И по состоянию на конец 2020 года более 88% этих статей были опубликованы или находятся в печати, а многие статьи все еще проходят в лицензировании. Наши статьи публикуются в различных журналах, и здесь показаны некоторые из них. Мы предпочитаем журналы с открытым доступом. Это означает, что автор фактически платит за привилегию к публикации, а читатель читает ее бесплатно. Каковы же причины того, что мы ставим основной упор на статьи? Можно выделить следующие основные причины. Во-первых, это стандарт контроля качества. Это означает, что исследовательский проект, разработанный данным участником, был доведен до конца, был написан, прошел экспертную оценку, жесткую рецензию и был опубликован в хорошем журнале. Во-вторых, в настоящее время все больше и больше международных рекомендаций и национальных руководств основаны на фактических данных, то есть вы должны опубликовать свою работу, она должна быть в научной литературе, чтобы изменить политику и практику. Это критически важный способ распространения знаний, особенно с использованием журналов с открытым доступом, потому что это бесплатно для читателей. И, наконец, написание статьи делает автора признанным экспертом в данной области, что вызывает доверие к нему, а также к его учреждению. Есть старинная латинская пословица, которая гласит «scriptomanent verba volant», то есть написанное остается, слова улетают. Именно поэтому мы, в принципе, и делаем упор на публикацию исследований. Однако очевидно, что публикация статей – это не сама цель. Научные статьи – это всего лишь эффективное средство, инструмент влияния на политику и практику здравоохранения. И есть опубликованные работы, которые показывают, что операционные исследования, проведенные во время тренинга в SORTIT, действительно влияют на политику или практику. Были оценены 533 статьи на предмет их влияния на здравоохранительную политику и практику. Хорошо ли они повлияли на ситуацию? Результаты вопросника показали, что 366 из них, то есть почти 70% исследований и статей, повлияли на изменения не только на местном и институциональном, но и на национальном уровнях. Были изменения в реализации программы, адаптированы инструменты мониторинга и внесены изменения в существующие руководства. И здесь у нас пример использования рутинных данных для улучшения работы здравоохранения. Вопрос состоял в следующем. Назначаем ли мы антибиотики слишком много в районных больницах Кабула? Рутинное исследование показало, что амбулаторное назначение антибиотиков составляло 60%, что было вдвое выше, чем рекомендовано ВОЗ. Это привело к действиям, включая обучение и введение систематического ежеквартального мониторинга рецептов больниц. Год спустя новое исследование с использованием тех же рутинных данных показало, что количество рецептов на антибиотики в амбулаторных условиях упало до 20%. Именно это тот исследовательский цикл, который нас интересует. Теперь поговорим о том, что случается после окончания курса SoftFit. После завершения обучения все выпускники получают приглашение и доступ в сеть выпускников. Через полтора года с помощью этой сети проводится мониторинг и отслеживается влияние результата в исследовании на политику и практику здравоохранения. Здесь указаны так называемые активаторы наших курсов. Просто перечислим их. Это конкурсный отбор, структурированный подход, ориентированный на результат, практическое наставничество, то есть соотношение наставник-подопечный, данные программы, быстрое утверждение этических норм, национальное соавторство, командная солидарность и постоянное отражение и оптимизация модели. А здесь указаны трудности, которые возникают во время наших курсов. К сожалению, около 10-15% наших участников не завершают SoftFit из-за неспособности собрать данные, задержки в утверждении этических норм, проблем с авторством, а также из-за личных проблем. Иногда участники, не завершившие курс, жалуются, что не хватает времени на доработку вопроса исследования. Для этого мы рекомендуем определиться с наставником до начала курса. В течение стольких лет SoftFit усовершенствовался и сейчас он имеет новый программный подход с двумя основными отличиями от предыдущих курсов. Во-первых, SoftFit превратилась из учебного курса в программу, которая катализирует весь цикл от сбора данных до действий. То есть, от взаимодействия с заинтересованными сторонами в определении наиболее актуального вопроса исследования, проведения исследования, управления знаниями до воздействия на местах. Во-вторых, с точки зрения наращивания потенциала перспектива заключается не только в том, чтобы обучать, но и внедрять, удерживать и давать возможность тем, кто прошел обучение, что соответствует общей программе работы ВОЗ. Аббревиатура ОПР-13. Нашим недавним достижением также стала новая платформа для виртуального обучения всего курса SoftFit. Эта онлайн-платформа стала актуальной, особенно в контексте ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Платформа находится по ссылке sortedresearch.com И в заключении хотим добавить, что программа SortIt исследует основные моменты предоставления медицинских услуг и создает науку решений. Она имеет долгосрочное ведение наращивания потенциала и развития лидерства в операционных исследованиях, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Благодарим за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok